Самым крупным наземным животным из всех известных науки был аргентинозавр. Одна лишь кость этого гиганта была размером со взрослого человека. Полный скелет еще не находили. Но ученые утверждают, что этот динозавр мог вырастать до 40 метров в длину. Если поставить семь аргентинозавров друг за другом, то они могли бы заменить лондонский мост. Птерозавры обычно были большими. Самые маленькие особи имели размах крыльев 25 сантиметров, в то время как самые крупные могли похвастаться размахом крыльев до 11 метров. Для сравнения, самый большой размах крыльев современной птицы составляет всего около 3 метров. Птерозавры были размером с жирафа, но весили меньше, чтобы летать. Всего 250 килограммов. Брахиозавр достигал 26 метров в длину, и у него была невероятно длинная шея – более 12 метров. Все его тело было рассчитано на то, чтобы легко добывать пищу с деревьев. Его задние ноги были относительно короткими, а передние – более длинными. У диплодока были необычные зубы в форме гребня. Этот динозавр вырастал до 26 метров в длину и весил чуть больше трех слонов. Его шея была такой длинной, что ученые до сих пор не понимают, как животное вообще могло ее удерживать. Паралититан был длиной от 25 до 30,5 метров. Его кости были настолько велики, что по размеру паралититан мог соперничать с аргентинозавром. Если привезти четырех таких гигантов в Лондон и поставить друг на друга, можно будет, не напрягаясь, перевезти стрелки на Биг Бене. Австро-Посейдон Красивое имя, не правда ли? Был самым крупным среди всех титанозавров. Взрослые особи достигали 25 метров в длину. Это как полторы надписи на голливудских холмах. Спинозавры обитали в тех краях, где сейчас находится пустыня Сахара. Раньше там были реки, полные рыбы и много болот. Так что эти динозавры чувствовали себя комфортно как в воде, так и на суше. Они вырастали до 15 метров в длину. У них были большие пластины на спине, которые походили на парус и шипы по бокам. Тилозавр был одним из самых больших морских динозавров, когда-либо живших на нашей планете. Он вырастал до 14 метров в длину и питался рыбой, включая акул, но только не мегалодонов. У тилозавра имелся довольно необычный дополнительный набор зубов на верхнем небе для лучшего захвата и пережевывания. Несмотря на большой размер, тираннозавр был очень быстрым. А еще он обладал крупным мозгом. Этот ужасающий 12-метровый динозавр – родственник курицы. Он относился к птичьему семейству и, возможно, имел перья. Так что технически это очень злая птица с очень острыми зубами. Добавьте к этому крошечные ручки с двумя пальцами, размером с человеческие. Зухомим выглядел как ретроверсия крокодила. Кстати, его название означает «подражающий крокодилу». Зухомим достигал 10-11 метров. Это почти в два раза длиннее, чем самый крупный морской крокодил по имени Лулон, который был чуть длиннее 6 метров. Паразавролов имел невероятные челюсти, благодаря которым мог измельчать растения, а не просто их жевать. У него было необычное украшение на голове, и ученые до сих пор не разгадали тайну его предназначения. Одна из самых популярных теорий утверждает, что нарост служил для регулирования температуры. Эти гиганты были 3,5 метра в высоту и более 9 метров в длину. У аллозавра имелись когти длиной до 20 сантиметров, 70 массивных и острых, как бритва зубов, и гибкий череп. Благодаря своей костной структуре и челюстям, которые изгибались наружу, эти динозавры могли хватать и удерживать даже самые большие куски мяса. Высоту аллозавры были чуть ниже 3 метров. Немногим больше самого высокого человека в мире, а в длину их тела приближались к 10 метрам. Стигозавр известен пластинами, которые украшали его спину. Они помогали терморегуляции, поглощая солнечный свет в течение дня и ночью распределяя тепло по всему телу. У стигозавров был довольно маленький мозг по сравнению с массой тела. Эти динозавры вырастали до 9 метров в длину и 4 метров в высоту. Трицератопс весил 8 тонн, несмотря на растительную диету. Он ходил довольно медленно из-за своего веса. Жевать листья лучше и быстрее ему помогали примерно 800 зубов. Такое количество зубов ни за что бы не поместилось во рту человека, ведь это целых 25 стандартных комплектов. По сравнению с другими динозаврами, майунгозавр был невысоким, около 180 сантиметров, но довольно длинным, порядка 8 метров. На его огромный хвост приходилось более 50% длины всего тела. Если бы эти ребята жили в Лондоне, то они не смогли бы пользоваться знаменитым двухэтажным автобусом, ведь они сами были размером с автобусом. Плотиозавр — это буквально означает «плоский ящер». Был около 7 метров в длину. Он весил, как 4 коровы, и вместо больших пальцев у него были крупные когти, которые он мог использовать для сбора пищи. Ученые не знают точно, ходил ли он на двух ногах или на четырех. Галемим благодаря своему хвосту достигал около 6 метров в длину. Он был и довольно высоким — по 3 метра. Под его хвостом человек мог бы спокойно встать в полный рост, если бы вдруг пошел дождь. Хвост не был слишком широким, но его размера хватило бы, чтобы вы не намокли. Делофазавр очень любил рыбу. Его зубы были недостаточно мощными, а между передними даже имелся зазор, поэтому настоящая охота была для него своего рода вызовом. Эти динозавры вырастали до 5,5 метров в длину, размером с жирафа, растянувшегося на травке, и почти до 2 метров в высоту. Пахицефалозавр был не самым крупным в своем роде, но у него были потрясающие 3D-глаза. Если бы вы пригласили его в кино, он бы обошелся без 3D-очков. Вот только найти ему подходящее место было бы непросто. Он достигал 5 метров в длину и полутора метров в высоту. Дракорекс означает «король драконов». На его голове было множество наростов, напоминающих корону. А его передние лапы были такими маленькими, что он не смог бы снять корону, будь она настоящей. Эти динозавры вырастали до 4,5 метров в длину, имели потрясающие острые зубы и невероятно твердые черепа, защищавшие крошечные мозги. Тролл Дон был ниже взрослого человека. Чуть больше метров в высоту, но его длина составляла почти 2 метра. Ученые считают, что это был самый умный динозавр из всех. Если сравнивать с современными наземными животными, интеллект Тролл Дона был примерно как у страуса. А страусы очень сообразительные. А еще у него было много зубов, что позволяло ему есть самую разную пищу. Существовал один динозавр размером с человека. Рост среднего человека примерно 170 сантиметров, а ширина 45 сантиметров. Этот динозавр был совсем немногим больше человека, лежащего на диване. 45 сантиметров в высоту и 2 метра в длину, благодаря впечатляющему хвосту. Я говорю о Велоцерапторе, птицеподобном динозавре. Несмотря на то, что у него были крылья и перья, летать он не умел. Другие динозавры, сопоставимые с человеком, относятся к роду Бороговия. Они не были ни высокими, ни широкими. Оба показателя не превышали полутора метров. Пожалуй, из них получились бы хорошие, да исторические домашние питомцы. Микрорапторы не очень хорошо летали, несмотря на длинные перья и длинные кости предплечья. Видимо, они планировали с дерева на дерево в поисках пищи, хотя могли взлетать в воздух и преодолевать небольшие расстояния. Они весили менее килограмма и достигали всего 80 сантиметров в длину. Юровинатор тоже был 80 сантиметров в длину. Меньше кота породы Мейн-кун. Многие тераподы напоминали птиц, но у этого динозавра, скорее всего, была чешуя вместо перьев. Анхиорнис, как и теранозавр, был родственником курицы. У него имелись разноцветные перья, и он был невероятно хорош в полетах на короткие расстояния. А вот полеты на большие дистанции давались ему тяжело. Эти создания были миниатюрными, всего около 35 сантиметров в длину, и весили чуть больше 100 грамм. Акулудентавис — самый маленький динозавр из всех, когда-либо живших на нашей планете. Он был даже меньше, чем самая маленькая птица в современном мире — калибри-пчелка. Но в то время как калибри предпочитают питаться свежесобранным нектаром, у акулудентависа были острые, как бритвозубы, и сладким цветам он предпочитал насекомых. Как-то несправедливо говорить о доисторических животных и не упомянуть мистера мамонта. Мамонты были не такими уж и большими, примерно как современные африканские слоны. Основное различие между ними и слонами заключается в ушах. Из-за холодного климата у мамонтов были маленькие уши, плотно прижатые к голове. Их бивни вырастали до 4,5 метров. Это как целый драгорекс.